Расширить сотрудничество с Казахстаном в сфере аграрного сектора намерены французские и немецкие компании. Об этом представители заявили на сельхозвыставке. Она проходит в Астане. Вот уже 15 лет выставка проводится на высоком уровне. Торжественное открытие состоялось участием советника премьер-министра Яралы Тукжанова и зарубежных представителей. Выставочную экспозицию заняли более 250 лучших компаний агропромышленного сектора из 20 стран мира. Отмечу, что на этот раз страной-партнером выступила Германия. Порядка 25 немецких агропредприятий готовы поделиться передовым опытом с казахстанскими фермерами. В этом году интерес немецких компаний особенно большой и хорошо. На немецком стенде только 25 компаний представляют все виды продукции. От животноводства около половины, сельхозтехника. Для Германии Казахстан стал больше интересен в последние годы, потому что развитие ускорено в Казахстане. Действительно, больше денег входит в сельское хозяйство. И это правильно, потому что Казахстан имеет огромные возможности. А вот представители французских компаний намерены внедрять селекционные программы для увеличения производства мясной и молочной продукции. Наша генетическая компания присутствует в Казахстане с 2022 года. Мы занимаемся селекционными программами по породам крупного рогатого скота. Допустим, для производства молока нужна генетика, нужно осеменять коров. Если в Казахстане будет использоваться хорошая генетика, это позволит увеличить производство молока как по объему, так и по качеству. Что касается мясной продукции, то французская генетика также способствует улучшению выхода мяса из туши, увеличивает количество мяса и его качество.